Великого пианиста 19 века Антону Рубинштейну. Мы сейчас вам это покажем. Пол Макналти уже занимается этим больше 30 лет. Многие люди спрашивают, почему Пол, американец, который впоследствии жил в Голландии, переехал в такую маленькую деревушку в Чехии. И вот главная причина, почему он находится здесь, это материал. То есть это дерево, из которого был сделан рояль для Моцарта и Бетховена, оно произрастает теперь в Чехии. В начале своей карьеры Пол Макналти прошел стажировку на знаменитой американской фабрике Стейнвей. Но его гораздо больше привлекали старинные инструменты знаменитых мастеров. Рояли Вальтера и Штайна, на которых играли Моцарт и Бетховен. Рояли мастера Графа, которые предпочитал Шуберт. Инструменты Плееля, которые нравились Шопену. И рояли фирмы Буассело, которые так любил великий пианист Ференс Лист. Вот это моя мастерская, и я хочу показать вам одно наполовину собранное фортепиано. Это рояль мастера Вальтера, который делал фортепиано для Моцарта. Да, с тех пор, как Моцарт купил фортепиано Вальтера, это был единственный инструмент, на котором он играл на своих концертах в Вене. Он возил его с собой повсюду. А вот, смотрите, помните те большие доски у меня во дворе? Вот во что они превратились. Вот этот молоточковый ударный механизм придумал Антон Вальтер. Сила удара этого механизма была гораздо более мощная. Звук рояля стал более ярким, и это дало возможность Моцарту в 1780-м создавать более насыщенную фортепианную партию его концертов. И оркестры смогли быть больше, раз рояль стал громче звучать. Уникальные инструменты, которые создавали знаменитые мастера, были настоящими произведениями искусства. Их корпуса украшали перламутром, золотом и изысканной резьбой. Цена подобного рояля была сопоставима со стоимостью целого особняка. Часто красавец-инструмент становился главным украшением интерьеров в знатных домах. Он стоял на самом видном месте, сверкая своей полировкой. Ахой, Ленка. В этой комнате у нас работает Ленка, и она делает палитуру. Она покрывает многочисленными, десятками и сотнями слоев щелака поверхность рояля, пока не возникнет блестящий слой, блестящий как зеркало. Сам щелак – это натуральный продукт. Есть такие насекомые, которые живут в дереве, то есть они его едят и из него состоят. Так вот, потом этих насекомых берут, их сушат, и получается такой порошок золотистый. Его смешивают с алкоголем, и потом, когда он высыхает, он вот и становится этим блестящим слоем. Красота красотой. Она важна для эстетов. Для музыканта же главное – качество звучания рояля. Здесь так же, как и в любом виде искусства, для мастера не существуют мелочей. Особой породы древесины и различные виды металлов, всевозможные сорта кожи и слоновая кость – все эти материалы он должен изучить досконально. Кроме того, создатель инструментов должен обладать знаниями и в области точных наук. Он обязан понимать законы физики и акустики. Вот этот молоточек ударяется о струну и замирает на ней всего на доли секунды. В этот самый момент и появляется пульс, который пронизывает эту палочку до основания и обратно. Конечно, в конце 18 века люди еще не знали, что такое доли секунды, но у них был опыт, который пришел от мастеров-строителей органов. Вот приблизительно на таком рояле знаменитого венского мастера Конрада Графа играл свои произведения Шуберт. Когда молодой Моцарт приехал в Аугсбург и впервые увидел такой рояль мастера Штайна, он пришел в полный восторг и сказал, что это рояли самые лучшие в мире. А вот это рояль Листа, копия его любимого рояля. За 30 лет своей деятельности Пол Макналти создал более 150 уникальных роялей. Их приобрели знаменитые музыканты, концертные залы и музеи. Пол Макналти и Вивиана Сафраницкая стремятся донести до сегодняшних слушателей неповторимый голос великих композиторов прошлого. Каждый из них доверил свои сокровенные чувства и мысли королю инструментов. Ведь слово рояль означает королерский. Ну вот и все, рояль погружен, можем ехать на концерт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok